Цашка, Цашка, иди скорее сюда. Иди, иди, иди скорее, скорее. Уже что-то не хочет лететь. Уже не дружит со мной. Скорей, скорее, скорее, скорее. Ну, все. Красавчик. Красавчик, ну, лети сюда, летись, лети. Лети, лети, лети. Лети, лети, лепесток. А, пришел. Пришел. Пришел, красавчик. Цашка, когда ты будешь разговаривать, скажи что-нибудь, красавчик, скажи. Что-нибудь скажи. Всем привет-привет. Была тут на Медне у своей знакомой Татьяны из Риги. Помните, наверное, ее? Мы с ней даже видео делали вместе. Она рассказывала о своей жизни. Так вот, она себе приобрела чудесного дружка, который разговаривать учится. И, в общем, немножко даже разговаривает. Это чудесный волнистый попугайчик. Ну, вот он, к сожалению, как-то немножко себя повел. Не очень хорошо под камеру. А так-то, вообще-то, он практически ручной. И на руки садится. Показала вам немножко для развлекухи. Ну, а сегодня, друзья, у меня будет очередное видео для вас о моем опыте знакомства с английскими мужчинами на сайтах знакомств. Но прежде, друзья мои, я хочу поблагодарить тех, кто смотрит мои видео. Особенно большое спасибо тем, кто ставит лайки под моими видео. И самое мое огромное спасибо и благодарность тем, кто не забывает написать комментарий, свое мнение. Мне это очень ценно, друзья. Пожалуйста, не забудьте также подписаться на канал те, кто еще не подписан. Итак, друзья, моя первая история для вас. Вот еще один рассказ мой. Будет не менее, наверное, удивительным для вас. Опять же, на том же самом сайте знакомств мне написал мужчина. По-моему, даже ему что-то 59 или 58. Я уже, честно говоря, не помню его возраст. Я помню, что на фотографии очень такой довольно привлекательный, знаете, мужчина. Ничего особенного, но неплохой. Много у него фотографий в полный рост и такая крупная фотография. В общем, он пишет, что он одинокий и никогда не был женат. Но вот сейчас он решил найти женщину и свою оставшуюся жизнь посвятить любимой женщине, быть с ней и все такое. Ну, я прочитала его анкету, прочитала его сообщение. Он хочет познакомиться. Почему бы и нет? Я ответила, что я не против. Давайте познакомимся поближе. Расскажите о себе, где вы живете, что вы ищете. Ну и вообще, что вы желаете сообщить. И он мне написал, что я живу на севере Англии, недалеко от Манчестера. Вот, в общем, там очень красиво гуляю. Я люблю путешествовать. И опять вот это все он пересказал. Я говорю, а вы знаете, что я-то живу на острове Уайт. Это вообще-то не только, не то чтобы юг Англии, но это еще и остров на юге Англии. Он сказал, что, ой, для меня это вообще не имеет значения, потому что я давно ищу женщину. И я готов переехать. Я очень легкий на подъем, мобильный человек. И я готов приехать туда, куда вы скажете. Но я, вы знаете, как-то так тоже сразу немножко. Котака торопела, думаю, что это значит, что предполагается. Я ему задаю опять же следующий вопрос. Так, а вы что имеете в виду, что вы готовы приехать? Вы готовы приехать на встречу? Или как он говорит, что я готов, конечно же, сначала на встречу приехать. Но вообще-то я готов приехать и переехать, и поселиться к женщине. Я готов помогать ей во всем, по хозяйству. Я очень хозяйственный. Я такой хэндимэн, как они тут называют, рукастый мужчина. Все умею, все могу. И я мобильный достаточно. Вот, я готов, короче, переехать. Вы знаете, я, конечно, опять же, была обескуражена такой историей. Потому что, ну, я знаю, что женщины, вот знаете, есть такие, которые ищут мужчину, чтобы переехать. Но не всегда. А вот чтобы мужчина искал женщину и был согласен к ней на переезд, чтобы жить у неё. Вот такое, сказать по правде, я впервые встретила. Вот так, друзья. И как вы знаете, я сказала ему, что нет. Большое спасибо, конечно, но я не готова к таким отношениям. Но я не готова вас встретить и принять у себя. И вы знаете, как сказать, мы друг друга поняли сразу. И он от меня отстал. Он пошёл искать дальше женщину. И, скорее всего, что он вполне себя даже найдёт. Потому что, как я ещё раз говорю, мужчина довольно-таки привлекательный. И не глупый такой, судя по тому, что он мне писал, он меня заинтересовал своими письмами. Много такой романтики там у него в письмах, вы знаете. И говорится о том, что очень-очень трудно, конечно, понять и разобраться, что к чему. Оказалось, что мужчина ждёт, ищет женщину для переезда. И, скорее всего, как я уже сказала, он такую женщину себе найдёт. Но это точно не я. И вот такая вот коротенькая история. Я, знаете, я вам специально её рассказала, чтобы вы тоже немного понимали, что люди бывают разные, и мужчины, и женщины совершенно разные. И, в общем, не стесняются писать точно, что они хотят, что они ищут. И, в общем-то, я считаю, что это правильно. Лучше, конечно, сразу всё обозначить, поставить все точки над «и», чтобы не было потом никаких проблем. Что ещё, вы знаете, меня удивило на этих сайтах знакомств, что как-то мужчины свой возраст не всегда указывают правильно. Я столкнулась уже неоднократно с таким, что мужчина пишет, что ему, допустим, 65-67, а сам он выглядит, ну, как минимум на 10 лет старше. Вот такая же история с Джоном, вы помните, да? Он так и не сознался, что ему больше 70 лет. Он как указал в своей анкете, что ему 70, так он и стоял на своём, что ему 70. Но я же вижу, что человеку уже много-много больше. Мне вот всегда было интересно посмотреть анкеты женщин. Очень интересно было. И помню даже, как-то у нас зашёл разговор, не помню, с каким-то мужчиной, с которым я познакомилась. Мы с ним переписывались тоже довольно продолжительное время. И потом даже обменялись телефонами и созвонились. И я говорю, странно, что мужчины и возраст свой неправильно указывают. И только чуть что сразу пишут, что они хотят секса и хотят вот таких вот отношений, ни к чему не обязывающих. Только встречаются для секса. Вот. И он говорит, а вы думаете, Галина, что нет таких женщин? Сколько хотите. Вот я вот тоже удивляюсь. И некоторые даже сразу присылают свои настолько откровенные фотографии, что даже порой я не могу понять, что это за женщины. А ведь поначалу, когда я знакомился тоже с этими женщинами, они вроде прилично выглядят, и фотографии приличные. А потом при первой же встрече они приглашают за мой счёт меня в паб. Там очень хорошо выпивают. И потом ведут к себе и говорят, что им нужен просто секс и никаких обязательств. Я, конечно, уже слышала много разных историй от мужчин. Вот. Об английских женщинах, особенно тех, кто на сайтах знакомств ищет мужчин. Так вот, хотелось бы, конечно, мне самой посмотреть, зайти, посмотреть анкеты, посмотреть, что эти женщины из себя представляют, что они пишут. Ничего из этого не выходит. Сайт не даёт такой возможности. Хотя я знаю, что есть другие сайты, и там, в общем-то, это сделать можно и довольно легко. Уж не знаю, почему. Но вот видите, по-разному тоже бывает. Я удивилась тому, что мне рассказал этот мужчина. Но вот самой проверить, к сожалению, мне это не удалось. Я хочу дать вам послушать то, что говорит моя ровесница Ирина Хакамада. Мне она очень нравится, мудрая женщина. И вот что по поводу поиска партнёра и отношений она как раз и говорит. Мальчики и девочки, если вы хотите найти половинку свою, или, я не люблю это слово, половинка, возлюбленного, который был бы щедрым, не смотрите на его кошелёк или на её кошелёк. Не смотрите на то, на какой машине приехал он или она, и сколько денег в своей жизни загрёб. Смотрите на его душу, на его дух. И если он мечтатель, он даже и не ищем, а даст вам последнее. А если будет богатым, то тоже поделится всегда. И если же духа нет, и даже есть деньги, то никаких гарантий у вас не будет. То есть ищем дух и перестаём думать о деньгах. Ну вот, пожалуйста, совет мудрой женщины. Прямо, знаете, как говорится, не в бровь, а в глаз. Такое впечатление, что Ирина Хакамада тоже смотрела мои видео. И про машину говорит, и про богатство, и про отношения. Так что, друзья, каждому своё. Вот читала опять ваши комментарии, конечно. Женщины пишут все по-разному. Кто-то пишет, что зачем это нужно, кто-то очень интересуется тоже, кто-то так же, как и я, ищет партнёра уже давно. Но, вы знаете, это очень-очень интересно. Жизнь, она тем и хороша, что все мы разные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok